Здравствуйте! В отрасли образования Краснодарского края сейчас готовятся к одному из значимых мероприятий года. В конце октября в Краснодаре пройдет уже 14-й по счету образовательный форум «Создай себя сам». Это крупнейшая на юге России площадка, где школьники, абитуриенты и сами студенты могут познакомиться со всем разнообразием представленных в кубанских вузах специальностей. Чем будет отличаться эта выставка от предыдущих и какие профессии сейчас в моде, об этом поговорим с заместителем министра образования и науки Краснодарского края Константином Альбертовичем Федоренко. Это программа «Факты мнения». Константин Альбертович, здравствуйте! Здравствуйте! Название форума «Говори само за себя», «Создай себя сам». Как изменилась эта площадка за 14 лет и изменилась ли молодежь за эти годы? В 2014-й год форум проходит на территории Краснодарского края. Форум начинался в 2002 году и проводился в Академии физической культуры и спорта Краснодара. Тогда форум посетило не более 19 тысяч человек. Если посмотреть статистику проведения 13 образовательного форума в прошлом году, это уже 58 тысяч школьников, посетивших этот форум, школьников и их родителей. И это размещение и работа форума уже в самом крупном экспозиционном центре Кубани «Краснодар-экспо». То есть форум разросся за эти годы довольно-таки значительно, а вот все-таки молодежь сама изменилась за эти годы? Вы знаете, я недавно выезжал в одно из образовательных учреждений для анализа и приемной кампании, и анализа работы непосредственно учреждения. И один из мастеров производственного обучения сказал, сегодня дети, я говорю, это осознанные дети, а он говорит, нет, это дети определенные. Они уже понимают, какую профессию они хотели бы получить, где они планируют работать по этой профессии. И форум необходим им для того, чтобы определиться только с образовательным учреждением. Вы вступительном слое сказали, что это высшее образовательное учреждение. В форуме представлена не только высшая профессиональная образовательная сеть Кубани, но и средняя профессиональная. Чем этот форум будет отличаться от предыдущих? И на форуме будут представлены только учебные заведения нашего региона, или же и география форума уже начала расширяться? Цель форума это информирование абитуриентов, школьников и их родителей о сети, образовательной сети Кубани. Безусловно, целевая аудитория это жители Краснодарского края. Поэтому мы представляем на форуме образовательные организации высшего образования, их будет 17, и 85 среднего профессионального образования. Только Краснодарский край? Но приглашенными участниками форума, участниками деловой программы, участниками различных круглых столов будут не только представители Кубани. Это будут представители отраслевых министерств и ведомств администраций, субъектов Российской Федерации, которые расположены в Южном федеральном округе и в Северо-Кавказском. О деловой программе мы с вами чуть позже поговорим. Помимо выставки самих учреждений, чем этот форум еще будет интересен для школьников, абитуриентов и их родителей? В первом вопросе, чем отличается первый форум от существующего. Первый форум это был рынок, на котором каждое из образовательных учреждений говорило только о себе. Сегодня это комплекс образовательных услуг Кубани от высшей школы. Мы хотим показать не только направление подготовки, но и то, как система эта работает изнутри. Это и лаборатории, и оборудование, и приспособления, и техника новейшая, на котором сегодня в образовательных учреждениях Кубани, на которых получить навыки и компетенцию. То есть абитуриент, который придет на этот форум, увидит не только будущий свой вуз, но и прикладную составляющую? Безусловно. Как дела обстоят с рабочими специальностями? К ним интерес в последнее время возрос? Конечно. Конечно. И сегодня у нас девятиклассников, которые выбрали образование в следующий шаг, не продолжение учебы в школы, а поступление в колледжи и техникум Кубани, 52%. В целом, в среднем по России это 43%. Школьники идут сегодня учиться в профтех. А с чем это связано на ваш взгляд? Востребованностью специальностей. 60% выпускников трудоустроены по специальности. Это статистика. Но если рассматривать 100% выпускников, пусть не пугает цифра 60%. Здесь надо понимать, что часть из выпускников среднего профессионального образования, организации, пошли в высшую школу для продолжения обучения, пошли в армию. 25% выпускников идут в армию сразу. Это основной поставщик вооруженных сил профтех. Есть те, которые выходят замуж, женятся по семейным обстоятельствам. И только около 3% у нас нетрудоустроены. Востребованность рабочих специальностей отражена в приеме. Сегодня прием на все рабочие конкурс. Абсолютно на все рабочие специальности. Это повар, это строитель, это штукатура, это каменщики, это сварщики. Был конкурс не менее двух человек на место. То есть юристы, экономисты уже не в тренде? Остается также популярны и эти направления подготовки в высшей школе. Ну хорошо, назовите топ-5 самых востребованных сейчас специальностей. Сложно назвать самых востребованных специальностей. Можно сказать об укрупленных направлениях подготовки. Они, безусловно, связаны в первую очередь со стратегией развития Кубани. Это агропромышленный комплекс, это логистическое направление, транспорт, это туристко-рекреационный комплекс, это педагогика. В этом году на самый большой конкурс, на дошкольное образование, был 8-10 человек на место. Средний балл поступивших в СУЗы в этом году на педагогические направления 4,6. Два-три года назад такие дети шли только в гуманитарные. Сегодня пошли в педагогику. И пятое направление... А о чем это говорит? Что пошли с удовольствием в педагогику? Заработная плата, стабильный социальный пакет и рабочие места. Вы знаете, что по указу президента до конца этого года, до 1 января 2016, необходимо закрыть актуальную очередь в целом в России. И на Кубани этот процесс идет к завершению. А следовательно, появляются новые рабочие места со стабильной зарплатой, с стабильным соцпакетом. Дети идут получать образование, чтобы в дальнейшем трудоустроиться в наши детские зашкольники. То есть мы возвращаемся к тому, что профессия педагога, учителя, она становится престижной. Конечно. И к нам идут уже твердые хорошисты. 4,6 это большая часть пятерок. Я вас перебила, вы не сказали про пятую специальность. Строительный комплекс. Строительное направление, оно безусловно сегодня востребовано. И никак не угасло после завершения стройки Олимпиады. И кстати, вот о популярности рабочих профессий в нашей стране. Движение WorldSkills в России набирает обороты. Расскажите вкратце о нем и насколько она популярна среди кубанской молодежи. Возвращаясь к тому вопросу, чем отличается. Впервые мы в рамках форума будем проводить показательные выступления участников соревнования, которые проходили за последние несколько лет в России. Движение WorldSkills. Это в первую очередь некоммерческое общественное объединение, которое было создано в 40-х годах в Европе. Сегодня это 72 страны, которые участвуют в этом движении. Чем оно занимается? Это популяризация рабочих профессий. Популяризация в первую очередь через проведение различных соревнований, конкурсов. Ну да, чтобы это было понятно, его еще называют Олимпиадой для рабочих рук. Это Олимпиада для рабочих рук, да. И Россия вступила в это движение в 2012 году. Мы стали 68-м членом этого движения. В 2015-м официальным членом WorldSkills Россия стал Краснодарский край. Мы с 2015-го уже участвуем во всех соревнованиях, которые проводятся на территории России. И тот опыт, когда мы не были еще членом, ассоциированным членом организации WorldSkills Россия, он помог сегодня нам добиться определенных успехов. В связи с ликвидацией многих вузов, можно ли говорить о том, что все участники вашего форума, это проверенные учебные заведения, и не произойдет ситуация такая, что студент, поступив, потом не получит диплом? О вузах. Сеть достаточно большая. Но если три года назад на территории Кубани у нас их было 124, сегодня 77. Один, неэффективные вузы, которые работали с нарушением действующего законодательства, они сегодня не работают. Высшие образовательные организации, допущенные к участию форума, имеют в первую очередь стабильные государственные образовательные и негосударственные вузы, которые сегодня прошли мониторинг, организованный Министерством образования и науки Российской Федерации, и не имеют нарушений, которые выявлены в ходе плановых и внеплановых проверок Рособорнадзора Российской Федерации. А вот вообще негосударственный вуз, это вот риск или же вуз вузу рознь? Сейчас уже такого произойти не может, что вуз, который лопнул. Как абитуриенты, абитуриенты и их родители, в первую очередь должны обращать внимание на историю любого образовательного учреждения. А и у государственных, и не у государственных есть своя история. Второе, это нормативные документы, лицензия на право ведения образовательной деятельности, аккредитация, свидетельство об аккредитации, уставные документы, наличие материально-технической базы, наличие профессорского преподавательского состава, и, конечно, контингент. Там, где в вузе 100 человек обучаются, и из профессорского преподавательского состава 2 человека, у нас были такие вузы, безусловно, говорить о стабильности и качестве образования в этом образовательном учреждении очень сложно. Но сегодня Кубань идет совместно с Федерацией по ликвидации таких образовательных учреждений на территории Кубани. Спасибо вам за интервью и удачи в проведении форума. Спасибо вам. Я напомню, форум пройдет в течение трех дней, с 29 по 31 октября в городе Краснодаре. О крупнейшей ярмарке специальностей мы говорили с заместителем министра образования и науки Краснодарского края Константином Альбертовичем Федоренко. Спасибо. Это была программа «Факты мнения». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин